Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Ельжан Ержанулла. Я являюсь учителем Назарбайской интеллектуальной школы города Ускен-Азорск. Сегодняшняя моя тема – это КЛИЛ на уроке физики. Для начала разберем, что такое КЛИЛ. КЛИЛ – это Content and Language Integrated Learning, что имеется в виду предметно-языковое интегрированное обучение. На данный момент, почему многие обращают внимание на КЛИЛ, потому что КЛИЛ не является основным предметом. Он больше акцентирован на изучение предмета с помощью использования второго языка. Контент имеется в виду – это The Topic or Subject. Контент – это смысл и понятие предмета. Основная суть предмета – Language, использование второго языка. Integrated – это интеграция предмета и языка. Обучение – это у нас идет как Learning. КЛИЛ вмещает в себя предметные навыки, так и языковые навыки по второму предмету. Основным КЛИЛ делится на Soft КЛИЛ и Hard КЛИЛ. И на Soft КЛИЛ больше всего внимание акцентируется на язык, то есть это грамматика, а в Hard КЛИЛ больше идет предметное обучение. Например, если вы используете Soft КЛИЛ, это больше у вас будет работа наподобие как работа с грамматикой. То есть вы даете по вашему предмету, по физике, текст, но в том же тексте вы спрашиваете определите время, либо как разные грамматические особенности текста. А больше всего мы с вами используем Hard КЛИЛ. Hard КЛИЛ – это в 680% идет больше акцента чисто на предмет. В Hard КЛИЛе язык используется только для объяснения и ответного предмета учащимися. Далее у нас основные принципы КЛИЛа. Это обучение с помощью иностранного языка предмета. В основах принципа КЛИЛ лежат 4 си. Это Content, Communication, Cognition and Culture. В основном контент – это имеется в виду по вашему предмету, ваша тема, объяснение. Communication – это использование языка для обучения и также для взаимосвязи между учащимся. Cognition – это развитие мыслительных навыков учащегося и к реальному мышлению. Culture – это уважение между собой, также включение особенностей разных стран. Но Culture более подходит к гуманитарным языкам, а в обучении и по физике больше делается акцент, как слушать мнение учащихся между собой, оценивать друг друга. Перейдем к практике. Первый момент – это фокус на оценивание. В основном критериях оценивания является использование учителем техники вопросов для оценивания. Могут быть фронтальные опросы и так далее, наводящие вопросы. И использование Support Strategy Before Assessment – использование стратегии поддержки учащихся перед оцениванием. Имеется в виду, вы отрабатываетесь с учащимися основную терминологию на английском языке, чтобы дальше учащийся мог использовать данные термины либо ключевые слова в дальнейшем во время оценивания, во время выполнения заданий. Далее, My Assessments are Differented for Mixed Abilities – это использование оценивания, дифференцированных оцениваний для разных учащихся. My Students are Using Pure Assessment – это когда учащиеся используют метод взаимооценивания. Дальше, My Students are Using Self Assessment – имеется в виду, что учащийся самооценивает себя. My Students are Using Alternative Assessment Activity – это когда учащийся, либо вы, как учитель, предлагаете разные пути оценивания. Например, вы составляете критерии оценивания групповой работы. Например, при переходе из одной либо в другую тему, вы можете дать задание учащимся сделать Mind Map, либо Spider Diagram, чтобы учащиеся могли, так скажем, показать все, что они усвоили из предыдущих тем. Тем самым учащиеся будут активно работать в группе. Далее, по вашим критериям, учащиеся группы будут друг друга оценивать. Далее, ну, вот один из примеров. Это пример из урока, где идет оценивание. Сначала вы отрабатываете главные и ключевые слова с учащимися. Далее, выделяете отдельное время, либо две минуты. Данное активити должно проводиться в течение двух минут. Например, единицы, физические величины. Подаете учащимся текст, потом в этом тексте у вас будут пробелы, в которых учащимся необходимо ставить ключевые слова, которые вы в начале урока с ними обговорили и объяснили. В данном задании желательно, чтобы учащийся сделал самооценку. И в каждом предложении разного учащихся прочитывал. Тем самым учащиеся должны оценивать свою работу. Далее, если идет самооценивание, можно использовать метод two stars and wish. Две звезды и одно пожелание. Данный метод особенности хорошо используют для развития учеников, навыков парного оценивания, оценивания соседа. И также данный метод помогает при развитии языка, так как вы можете изначально, если у учеников слабый уровень английского, вы можете им дать начало. Например, I think it's work, his work, либо her work. И дальше, троеточие, чтобы учащийся мог ставить свои ключевые слова, что ему понравилось и какое пожелание он хотел сказать своему соседу. Далее, следующий фокус у нас идет на Cognition. В данном случае идут критерии, как My students are using Visual Organizer, имея в виду, учащийся делает для себя визуализацию данной темы. My students are creating something, My students are creating something, имея в виду, чтобы учащийся мог создать свою модель данного урока. Учащийся оценивает работу своего одноклассника, либо соседа по парте. Дальше, I'm using, I'm activating previous knowledge, это как в качестве учителя вы должны провести в начале урока стартер для активации предыдущих знаний. I'm asking a hot question, вы спрашиваете уже задание с high order thinking skills. Дальше, I'm using a visual organizer, это уже со стороны учителя, вы должны делать визуализацию, это уже больше идет в конце урока. Можно работать в данном случае как с текстом. Дать текст на определенную тему, дальше, дать готовую схему, чтобы учащийся, например, начал заполнять ее. Вот, один простой пример, это прямолинейное движение. В начале урока можно дать в качестве visual organizer, чтобы ученик для себя создал визуализацию предыдущего урока. Вот, один пример, дальше. Здесь уже идут вопросы high order thinking skills. Вы здесь можете задать учащимся, какие движения они видят, как они могут описать данное движение. Вот, например, схемы visual organizer для студентов. Перед началом необходимо дать учащимся текст по данной тематике. В данном случае это тело, брошенное под углом к горизонту. Вы даете текст, в котором уже включается определение и основные моменты данной темы. Далее, даете готовую уже схему, visual organizer. Дальше, учащийся должен по тексту определить и записать определение видов движения, которые будут и движение тела, брошенное под углом к горизонту. Дальше, формулы и описание данных движений. И также, учащийся должен заполнить, нарисовать схему движения тела, брошенного под углом к горизонту. Последний фокус – это фокус на язык. В данном случае здесь вы больше делаете акцент на языковые навыки учащихся. Самый идут в критериях. My students are expanding their functional language. Учащийся использует повседневный язык. Имейте в виду на уровне elementary, либо при intermediate учащийся описывает, описывает, либо своими словами вам объясняет моменты о теме. My students are developing general academic language. Здесь уже делается акцент на то, чтобы учащийся использовал терминологию под вашему предмету. My students are expressing global citizenship. Здесь ведут развитие глобальной глобализации. I'm scaffolding student language. Это поддержка со стороны учителя учащегося в языке. Например, в некоторые моменты учащийся может забыть перевод слова и не может, например, вам объяснить свою мысль, либо довести свою мысль, когда вы должны показать, содействовать ему, поддержать, точнее, переводом слов, либо перевести другим, сказать ему другими словами. I'm resulting in vocabulary. Это главный момент. Это вы все время повторяете вокабуляр, учащийся, словарь учащегося, чтобы он хорошо освоил данную терминологию. I'm reacting to students language need. Здесь, скорее всего, вы помогаете учащимся, где он, например, не понял суть перевода, либо нуждается в помощи с переводом. Например, сначала вы даете термины, связанные, например, в данном случае, интерференция, шум и параллельный разговор и вот перчинный разговор. В данном случае, в начале урока вы сначала у учащихся спрашиваете определение интерференции, шума и кросс-толкинга. Учащийся, как в первом пункте, сказано students are expanding their functional language, они развивают тот поседевный язык. Далее, в качестве академической поддержки, чтобы учащийся уже использовал более академичные слова, либо специфические терминологии, вам необходимо будет уже дать им определение. дали у нас шел текст, в котором учащиеся по данной тематике тематику была от инновейшин, это на русском гашение сигнала, его потеря мощности сигнала. что является основными так скажем преимуществами КЛИЛ. КЛИЛ позволяет учащимся более эффективно общаться с друг другом, расширяет межкультурные знания, развивает навыки общения на иностранном языке, развивает мышление и открывает творческий потенциал учащихся, и повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе. Потому что, как вы знаете, когда учащийся работает в своем классе, ему более легче открыться и развивать свой язык. Особенность навыки говорения. Дальше с помощью КЛИЛ учащийся тренирует свои языковые навыки и улучшает все свои силы, способности при выполнении либо при читании на задание иностранным языком. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу. Вопросов нету или тогда можем завершать урок. Спасибо.